Так, ну что, ребят, всем привет, в общем, сегодня видос по поводу биткоин кэша, соответственно, премьер-министр у нас Сент-Китс и Невис допустил, получается, легализацию биткоин кэша, вот так вот у нас, может стать законным платежным средством в Сент-Китс и Невис, об этом заявил премьер-министр государства в Каибском море, так я сдаю, получается, на конференции биткоин кэш 2022, пишет у нас CoinDesk. По его словам, легализация цифрового актива в стране может состояться уже в марте 2023 года, опять же таки, март 2023 года, ребят, помните, то Apple XRP суд завершает, то там еще какие-то моменты у нас в марте 2023 года, то инфляция закончится и рынок развернется слишком много марта 2023 года, вам не кажется? Ну, мне кажется, какая-то спекулятивная дата, вот, и по совместительству министр финансов, получается, анонсировал консультации с экспертами Восточно-Каибским Центральным Банком. Наша нация всегда была дальновидным лидером в изучении новых отраслей, получается, по словам премьер-министра, крипталютная эволюция может привнести огромные преимущества и возможности для бизнеса, вот, и, получается, в случае одобрения инициативы, Сент-Китс и Невис станут третьей страной, признавшей крипталюты законным платежным средством. Ранее это сделали Сальвадор и Центральная Африканская Республика, легализовав биткоин, вот, напомним, что бывший глава MicroStrategy Майкл Сейлор назвал биткоин надеждой для Ливана, чья национальная валюта упала на 96% к доллару США. Вот, по поводу биткоин-кэша, я думаю, понятно, что это у нас хардфорк биткоина, если кто не знает, вот, и, соответственно, опасность хардфорка, получается, на несколько блокчейнов еще некоторое время назад, как казалось, была сведена к минимуму. Однако, в последние дни этот вопрос оказался центральным, получается, у нас в повестке биткоин-сообщества. Чем же угрожает там и так далее, вот, вероятность хардфорка оказалась низкой. Ну, опять же-таки, надо понимать, что отличается ли биткоин-кэша от биткоина, да, биткоин-кэш, продолжение проекта биткоин, как пиринговый, получается, цифровой валюты, это форек блокчейна биткоина с обновленными правилами консенсуса, благодаря которым возможен его дальнейший рост. Вот, по поводу, соответственно, биткоин-кэша, я бы сказал бы так, это высокоисковый проект, да, тут ограниченная эмиссия, как и у биткоина, 21 миллион, 92%, 92% монет в обороте, у биткоина 91%, находится сейчас на дне, но даже сейчас сохраняет объемы 163 миллиона долларов. Ну, опять же-таки, по той информации, что она предоставляет, капитализация 2 миллиарда долларов, вдумайтесь, майнится на Proof of Work, то есть многие попереходили с того же эфира, я уверен, на биткоин-кэш, на дэш, тот же самый, Zcash и так далее. Вот, по поводу, те, кто его хранят, давайте глянем, у нас адресов 25 миллионов 652 тысячи, вдумайтесь только. Вот, по поводу, давайте глянем, если холдера, вот у нас, смотрите, держит один чувак 1 миллион 160 тысяч монет, вот, давайте глянем, у нас, смотрите, объем транзакций, получается, в день, вдумайтесь, 586 тысяч в сутки. Вот, получается, вознаграждение за блок у нас, получается, 6.25, хешрейт 1.6 ехешей, напоминаю также, что у нас будет холдинг в 24-м году, 6 февраля 24-го года, у того же биткоина у нас будет холдинг, получается, ориентировочно 11 марта, ну, плюс-минус, там, с март-май, вот так вот, в этих датах, я где-то разные данные находил, но, вообще, весна 24-го года, и в феврале, получается, у нас биткоин-кэш будет подвержен холдингу, ну, не то, что подвержен, В общем, награда за блок будет у нас не 6.25, а 3.125, то есть, в два раза меньше, поэтому имейте в виду, что это также может показать его рост, и, соответственно, как мы видим, на текущем этапе, никакие топовые биржи его не делистили, то есть, и на Binance, и на Huobi, на Coinbase, там, на Kraken, там, и на прочих других, на Bitfinex, он торгуется, Binance, US, вот, больше всего его, кстати, самое удивительное на, получается, OKEX и на MX, что самое интересное для меня личное, и удивительное, вот, По поводу, соответственно, холдеров, у нас холдит вот такое количество монет, давайте глянем, сколько это в бабле, в общем, на одном кошельке у нас хранится, получается, 122 миллиона долларов, ну, я думаю, какой-то крупный кит тут засел, если глянуть вот эти адреса, допустим, что у нас дальше идут, там, 500 тысяч и так далее, ну, давайте глянем, здесь, получается, у нас сколько? 50 миллионов, потом дальше, скорее всего, где-то 20, 10 миллионов и так далее, пошло-поехало, поэтому, как мы видим, бабки здесь серьезные, и, соответственно, многие недооценивают, даже в сети Binance Макчейн у нас 16 тысяч пользователей, как мы видим, вот, у нас на Binance горячий кошелек, кто-то держит 1,2 ляма, вот, получается, еще там на 1 лям, ну, на FTX, я не знаю, как они хранят, видимо, они 200 тысяч долларов так и потеряли, вот, потом, соответственно, на Huobi имеется, ну, и остальные какие-то адреса, Hotbit, получается, Binance, Binance Макчейн, я так понимаю, застейканы, также еще, BCH, ну, кстати, по поводу, соответственно, сайта, сайт вообще ни о чемный, то есть, простой какой-то лендинг, дешевый очень сильно, вот, можно выбрать кошелек скачать, да, можно скачать Bitcoin.com, там, Electric Cash, Coinbase, там, холодные кошельки, либо аппаратные, вот, по поводу, там, бумажные кошельки, десктопные, мобильные, и вот у нас, получается, аппаратные, вот, по поводу халвинга понятно, в общем, что я хотел этим сказать, то, что Bitcoin Cash, точно так же, как и Anthology, как там и Dash, и EOS, ну, EOS, еще более высокоисковый, чем Bitcoin Cash, они очень сильно недооценены, опять же-таки, разработок каких-то я не увидел, но, опять же-таки, если принимают в качестве платежного средства, ну, по крайней мере, так заявляют, вот, и плюс, от марктовских отметок мы упали еще на 40%, донные отметки мы вообще дешевле на 15%, и считайте, нам не хватает на полноценно самых днищных отметок, получается, где-то 25-30%, поэтому, я считаю, Zcash сейчас в относительно неплохой зоне, чтобы его начинать подбирать, да, его выкупили и так далее, опять же-таки, имейте в виду, что даже если он не вернется и не сделает pay high, к примеру, то, если он хотя бы сходит даже к вот этим отметкам, к марта 2020 года, это уже 2x, если сюда половину движения возьмет, это около 6-7x, вернется сюда 10-15x, сюда половину движения где-то около 20-30x, а если сходит сюда, это вообще 50x, а если сделает pay high, больше 50%, поэтому, ребят, Bitcoin Cash высокоисковый проект, я это понимаю прекрасно, то есть обычный hard fork, который ни хера из себя не представляет, никак он не разрабатывается, но существует, то есть до сих пор существует, он не соскамился, ликвидность имеется, люди его держат, как видите, на миллионы, даже на сотни миллионов долларов, накопление уже полтора года, ну окей, даже если здесь локально, это получается год, или вот здесь, это получается 5 месяцев, ну там 5,5 даже, поэтому, ребят, я думаю, 5-10x по нему однозначно можно будет забрать, проект высокоисковый, говорю сразу, вот, но за счет своей ограниченной эмиссии, плюс люди его холдят, как мы видим, и не делистят его, то есть не считается это скамом, и это один из первых, получается, hard fork, получается, у нас биткоина, ну первый это был Litecoin, насколько я помню, потом Bitcoin Cash, ну и потом пошло-поехал, поэтому, ребят, имейте в виду, проект достоин внимания, многие почему-то недооценивают, считают, что он никогда уже не вырастет, ну как бы, смотрите, даже в 2021 году, давайте я вам покажу, сколько он показал, за, условно, полтора года около, там, 10x, ну для такого щитка, я считаю, это вполне нормально, а в 2017 году он показал тоже около 10x, ну если даже, я же говорю, он половину движения возьмет, при самом херовом раскладе, ну пару x вы заберете, вообще, при самом херовом, но здесь, я думаю, около 5-10x можно будет забрать, а прикиньте, он сходит к этим отметкам, а то и на переха, это больше 50x, но, опять же таки, я поинвестировал бы не более, чем 1% от депозитов в такие проекты, потому что они реально высокоисковые, и что с ними будет, непонятно, то же самое, как и EOS, давайте, бонусом вам дам, EOS еще более рисковый, то есть у меня, я бы сказал бы, с высокоисковых, то есть сначала Bitcoin Cash, потом Anthology, и потом идет какой-нибудь EOS, потому что EOS, он перезапустился по второму кругу, то есть спустился почти к донным значениям, вот, а по поводу Anthology, то есть надо понимать, что даже сейчас данный проект сильно недооценен, опустился также, это сейчас его самое донное значение, опять же таки, выживет, либо нет, непонятно, но минус 50%, и имейте ввиду, что тоже себя могут показать такие проекты, и дать X-ов, вот, или Verge тот же самый, или XM, ну, то есть многие проекты, старички, они почему-то недооценены, а прикиньте, они будут стрелять на следующем бычем цикле, а многие их недооценивают, и плюс у них у всех ограниченная миссия, самое интересное, что у Verge, что у XM, что у Anthology, что у многих других, поэтому, ребят, присмотритесь, пока все остальные их хоронят и говорят, что вот не было перехая отметок 18-го, 17-го года, поэтому не будут они расти, но бред сивой кобыла, ну, понимаете, то, что было в прошлом, не значит, что это повторится в будущем, понимаете, как говорил Ray Dalio, поэтому имейте ввиду, что старички, они все равно пойдут за биткоином, ребята, берите это в расчет, они пойдут за биткоином, да, может, они покажут рост даже слабее в два раза от того, что было в 21-м году, но насрать абсолютно, даже половина от этих X-ов, это уже хороший куш, то есть забрать как минимум пару X-ов, а то в перспективе 5-10 X-ов по данным проектам, а прикиньте, если они вернутся на те отметки, что были в 21-м, а то исходят на Pay High или хотя бы к отметкам вот там 17-18-го года, это будет уже там свыше 10 X-ов, то есть 20, 30, 40, 50 X-ов, может, даже 100 X-ов, понимаете, но это высокий риск, понимаете, где высокие заработки, высокие, ну, большие X-ы, там высокие риски, надо иметь в виду и на такие проекты выделять это потолок 1% от депозита, ну, потолок пару процентов, все. Поэтому, ребят, такие мысли, такие дела, пишите в комментах, что думаете по поводу стоячков, по поводу биткоин кэша и стоит ли его вообще докупать, докупать либо с камина люто. Всем удачи, всем пока.